Не делай этого после удаления зуба. Почему нельзя сразу идти домой? Ты навредишь, если будешь пользоваться ирригатором после удаления зуба. Пить или не пить антибиотики? После удаления зуба тебе нельзя в сауну. Привет, на связи ваш интернет-стоматолог доктор Раул. Сегодня я расскажу о том, что нельзя делать после удаления зуба. Обязательно досмотри этот выпуск до конца, ведь в конце я расскажу, почему нельзя пить алкоголь после удаления зуба. И вообще, много очевидных запретов, которые ты точно нарушал. Первое, чего точно не стоит делать сразу после удаления зуба, это бегом уходить домой. Как только вам удалили зуб, врач в полость рта оставит специально тампон и попросит вас его зажать. Так вот, не надо ни в коем случае убегать домой. Лучше с этим тампоном посидеть в холле и подождать минут 10-20. Почему? Потому что сразу после удаления необходимо подождать какое-то время, для того, чтобы образовалась спертываемость крови и кровоточивость приостановилась. У некоторых пациентов есть сложности со свертывающим кровью и, как следствие, проблемы с остановлением кровоточивости. И именно по этой причине необходимо какое-то время посидеть и подождать, для того, чтобы врач убедился, что с вами все в порядке. И вы просто-напросто не истекли кровью дома на диване. Ужасно, да? Прикинь, пришел после удаления домой, лег на диван, просыпаешься и весь в крови. Второе, что не делают люди, вроде бы очевидное, но не прикладывают холодный компресс к месту удаления. Первые три часа это необходимо делать прям обязательно. Лед, замороженное мясо, все, что угодно, все, что холодное, подходит. Придерживаете в области удаленного зуба на протяжении 10-15 минут, потом откладываете в сторону на 15 минут и снова так же, надеюсь, 15 минут удерживаете. Почему убираем? Для того, чтобы вы не заболели, не переохладились и вообще не привело к каким-то осложнениям. И это очень важно делать именно в первые три часа, для того, чтобы отек после удаления у вас был минимальный. Пациенты, которые этого не делают, сталкиваются с тем, что на следующий день они просто-напросто ходят хомячками. Вы же не хотите быть хомяком? Не ешьте грубую и сильно горячую пищу, особенно первые три дня после удаления. Это тоже важно. Оптимальным будет питание, которое не будет раздражать слизистую, ведь после удаления зуба в полости рта довольно большая раневая поверхность. Если вы будете употреблять какую-то жесткую пищу, либо же острую пищу, она будет постоянно раздражать и травмировать эту самую раневую поверхность и как следствие удлинять срок реабилитации и восстановления вашего организма. Ну, представьте, вы съели какую-то сушку или сухарики, например, и мелкие частицы пищи, они просто-напросто могут забиться в лунку удаленного зуба, как следствие привести к воспалительному процессу. И вам придется снова обращаться к стоматологу, делать анестезию, вычищать всю эту лунку. Ну, такое довольно неприятное мероприятие, я вам скажу. Есть еще один важный момент. Хорошая гигиена после удаления зуба. Некоторые пациенты думают, что нельзя чистить зубы, если произошло удаление одного из них. На самом деле это не так. Зубы чистить надо. Но с оговоркой. Необходимо даже поменять зубную щетку для того, чтобы она у вас была новая после удаления зуба, чтобы какие-то микроорганизмы не инфицировали раневую поверхность. Но чистить, конечно же, нужно аккуратно, особенно в зоне удаления зубов. Но при этом поверхности соседних зубов нужно чистить полноценно, как обычно, как каждый день. Следующая рекомендация. Если врач назначил вам антибиотики, то их пить обязательно. Довольно часто я слышу такое. Ой, да что там, я не стал принимать антибиотики. Подумаешь, удалили зуб. Зато от антибиотиков такой вред для организма. А-а-а, так нельзя делать. Все зависит от сложности удаления зуба. Например, после удаления зубов мудрости, когда это довольно травмирующая процедура, всегда назначают антибиотики для того, чтобы не было присоединения вторичной инфекции. И как следствие, не пошел какой-то воспалительный процесс вдобавок после удаления зуба. Одним словом, если врач назначил вам антибиотики, их пить обязательно для того, чтобы не ухудшить ситуацию в будущем. Если все сказанное выше больше относится к рекомендациям, дальше я буду вам рассказывать про запреты, что точно нельзя делать после удаления зуба. В первую очередь, в течение первых 2-3 часов после удаления зуба ни в коем случае нельзя ничего есть, потому что лунка абсолютно свежая, и если, не дай бог, туда попадут какие-то микрочастички той же самой пищи, это может привести к серьезным последствиям. Негативно. Во-вторых, ни в коем случае нельзя травмировать место удаленного зуба, всячески пытаясь его самостоятельно очистить. Кто-то даже умудряется зубочисткой туда лезть. Нет. После удаления, как правило, туда закладывают либо специальное лекарство, либо же, ну, обычную гемостатическую губку, и просто сверху лунку зашивают. А в некоторых случаях даже могут не зашивать. И впоследствии в процессе регенерации губка или лекарство, которое заложили в лунку, оно может давать довольно неприятный запах, и пациенты думают, что у них идет какой-то воспалительный гнойный процесс, и пытаются самостоятельно очистить. Ни в коем случае этого делать не надо. Если у вас болевые ощущения после удаления, и когда пройдет 3 дня, не уходят на нет, то есть они потихоньку не снижаются, а только увеличиваются, то вам лучше обратиться к стоматологу. Скорее всего, процесс регенерации пошел не по плану. И что-то не так. Боль после удаления – это нормально, но она потихоньку должна снижаться, но никак не нарастать. Еще один запрет – исключить использование ополаскивателей. Опять-таки, пациенты, почувствовав неприятный запах или какие-то дискомфортные ощущения, пытаются как следует прополоскать полость рта различными ополаскателями. Ну, или же кто-то берет просто там шалфей, ромашку и думает, что делают хорошо, ведь травы помогают восстановлению слизистой. Но опять-таки, нет, это не так работает. Если вам врач назначил полоскать полость рта с помощью ванночек, это не значит, что вы просто набираете ополаскатель в полость рта и активно полоща рот сплевываете. Потому что в этот момент, когда вы активно полощите полость рта, вы также вымываете сгусток из лунки и опять-таки нарушаете процесс регенерации вашего организма. Необходимо просто-напросто ополаскиватель набрать в полость рта, либо же жидкость, которую вам прописал, там хлоргексидин, например, врач. Просто подержать в полости рта, наклонить немножко в ту сторону, где было удаление зуба и сплюнуть. Но ни в коем случае не прополаскивать активно во рту. Никаких горячих процедур. Как минимум на три дня, но на самом деле лучше неделю, а то и больше. Исключить горячие ванны, сауны, все, что может нагреть лунку, либо же раневую поверхность, ни в коем случае нельзя. Ну и, конечно же, последний запрет – это исключить алкоголь. И даже не только в том случае, когда вам прописали антибиотик, а в этом случае алкоголь категорически запрещен, надеюсь, вы это знаете. Но и даже если вам их не прописали, алкоголь, опять-таки, лучше не употреблять первые три дня после удаления зуба. Также в запрет входят сигареты. Если вы знаете, что через неделю вам удалят зубы, я понимаю, что особенно для курильщиков это сложная задача бросить курить. И не буду вам, мамой, и говорить о том, что курить – это вредно. Я думаю, что все и так об этом знают. Но если вы заядлый курильщик, за неделю, лучше за две, либо же полностью отказаться от курения, либо же хотя бы снизить дозу никотина в вашем организме. И то же самое делать после удаления на протяжении недели, либо же двух, снизить количество сигарет в день, либо же вообще от них отказаться. Это поможет процессу восстановления вашего организма и сведет к минимуму осложнений. На этом все. Надеюсь, было интересно. Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь, ну и пишите в комментариях ваши вопросы, с удовольствием на них отвечу. Все, пока!